Всем привет, с меня Виолетта, и сегодня я хочу вам показать свои покупки раскрасок за месяц август. Было у меня их достаточно много, почти 30 новых книг. Ну, как-то вот так получилось, немножко разошлась. Ну ладно. Итак, первая раскраска — это фэшн-вдохновение. Можно сказать, что это вторая часть фэшн-иллюстрации. Здесь похожий концепт, много красивых девчонок в красивой одежде. Есть какие-то вот прически, платьишки, такие скетчевые рисунки. В общем, по-моему, что-то даже повторялось. Вот мне кажется, что вот с косичками очень похожая картинка была, может быть, даже точно такая же. Я сначала думала, вообще, это повторная раскраска, просто переиздание или новая. Всё-таки оказалось, что новая. Вот, но мне нравится эта серия, мне нравится конкретно фэшн-иллюстрация, поэтому и фэшн-вдохновение мне тоже в целом понравилось. Далее новиночка, которую я очень ждала. История одной встречи. Классная раскраска. Я, правда, думаю, что она будет о любви, но тут как бы не совсем. И, насколько я поняла, концепция здесь какая. В серединке они вот встретились, столкнулись. Здесь история про девочку. Ну, то есть по порядку надо её листать, да, смотреть. А здесь история про мальчика. И причём я не поняла, это у него история как бы после встречи или точно так же до. Вот, и они здесь иногда там проходят мимо друг друга. Есть вот картинка, он едет на велосипеде, она в трамвае сидит. И здесь есть такая же картинка, но наоборот. Она сидит в трамвае, он едет на велосипеде. Вот. Такая, ну, прикольная, на самом деле, идея. Ну, здесь она весёлая, а здесь она грустная. В общем, мне понравилась такая история. И я вот не могу понять, это они в универе вместе за одной партой, что ли, сидят? Или это не они? Ну, просто как будто бы да. Не знаю, в общем. Тогда странно, почему они не замечают друг друга. Далее. В этом месяце много было анимешных раскрасок. Вот одна из них, Витражи. Увидела её на канале, по-моему, Simple Coloring. В общем, очень мне понравилось, как девочка раскрашивает, девушка, вернее, даже. И тоже захотела приобрести для маркеров. Здесь вот такие вот витражные анимешки. Вот. Ну, она тоненькая, здесь, в принципе, не много картинок. Можно её закончить, я думаю, быстренько. При желании. Дальше, Frog's Tale от RJ Хамсона. Я вам её уже показывала. Здесь повторяются картинки дважды. Вот. Скорее всего, тоже маркером буду красить, хотя, возможно, с доработкой канадышами. Такие потрясающие лягушата. Очень мне нравится. Классная раскраска. Заказывала в группе Cherry and Red. Далее, раскрасочка про Петербург с котиком. Такая вот малышка. Увидела её в метро. Там она стоила рублей 400. Заказала на Валберрис за 150. В общем, очень довольна. Далее, две новиночки по номерам. Я вообще эту серию не начинала даже раскрашивать. У меня есть что-то выходило. Животные вокруг мира. Ни одной картинки не сделала. Но, как только увидела, что вышла новинка, естественно, надо сразу брать. В общем, цветы и богатства. В цветах здесь вот такие яркие, красивые картиночки. Причём здесь они не как витражи. То есть, просто обычные картинки по номерам. Очень удобно будет раскрашивать. Я почему не красила животных вокруг мира? Потому что они не как витражи были сделаны. Ну, то есть, нужно было оставлять между ними просвет. Вот. И богатство. Здесь вот такие картинки. Ну, прикольно. На самом деле, тема такая интересная. Ну, вот тоже мне очень понравилась. Можно маркерами раскрашивать, потому что здесь довольно крупные детали. Вот. Ну, зачем так много оттенков здесь сделано? Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, абсолютно вот не обязательно было сделать три зелёных. Можно было одним обойтись. То же самое вот красный, да? Четвёртый, седьмой. Ну, зачем их два? Можно одним было обойтись. Ну, ладно. Как есть. Как сделали, так сделали. Далее. Магические узоры. В общем, я повелась на вот такие картинки. Потому что на Валберес в примерах вот были вот такие иллюстрации. Я ещё увидела, что она односторонняя. Думаю, о, всё, берём. Маркерами раскрашиваем. Но, как оказалось, здесь куча ещё и ерунды всякой. Вот, ну, типа листья вот эти, вот эту картинку. Ну, зачем вот оно мне надо, если это узоры? Ну, это как бы вот, какие же это узоры? Ну, понятно, внутри узоры есть. Ну, понятно, внутри узоры есть. Ну, обман произошёл. Мне не понравилась такая история. Далее. Раскраски путеводителей. У меня есть от подписных изданий Петербург и Новогодний Петербург. И вот я увидела, что на Валберес по очень хорошей цене продавалась вся серия. Я себе всю серию не стала покупать. Там есть ещё Новгород, Сочи, Калининград, ещё, по-моему, что-то. Вот, я взяла Москву и Казань. Москву взяла, потому что я в Москве была в том году. И я подумала, ну, прикольно, можно такую коллекцию собирать этих раскрасок. Просто они мне очень нравятся. Я, правда, их не раскрашиваю, но мне очень нравятся. А Казань я взяла, потому что в тот момент я ещё не ездила в Казань, но у меня уже был куплен билет. Вот, сейчас, конечно, я там уже была, и мне очень нравится, как это всё выглядит. Потому что много где мы тоже гуляли, много чего видели. И, в общем, я довольна тем, что у меня это всё есть теперь. Ну, и тоже на память, как вот... Не из путешествия, конечно, её привезла, но о путешествии. Поэтому здорово. В середине августа был день рождения у моей мамы, и я ей заказывала вот эту спиральку, спиральную раскраску «Мировая живопись» номер один. Это именно сами спиральки от флайпринта. И, в общем, заказала ей, полистала, и захотела себе тоже, заказала, в общем, и себе. Такие здесь ответы. Мама у меня уже вовсю раскрашивает. У неё там уже, не знаю, картинки четыре, по-моему, готовы. Вот, я ещё не начинала, и даже не знаю, когда начну. Ну, у меня спиралек много. Если будет интересно, то могу снять коллекцию, показать. Далее я приехала в Петрозаводск, и меня папа немножко побаловал. В общем, мы с ним сходили в магазин, он говорит, бери всё, что хочешь. Ну, я и взяла. Значит, первая – это фамилия. Раскраска для маркеров героя в стиле Геншин Импакт стоила всего 130 рублей. Я её, в общем, в принципе, хотела. Я думала её заказать или на Валберес или на сайте Детского мира. В Детском мире, по-моему, она была дешевле. Но когда увидела, что именно эта раскраска лежит в фамилии, я всё сразу взяла. Тем более ещё и самое, получается, выгодное предложение было. Вот. Ну, прикольное для маркеров, самое оно. Потом в Детском мире я увидела вот такую книжечку. Лучшая раскраска аниме. Очень мне понравились здесь картинки. Вот. Они, правда, из-за того, что двусторонние, то есть только для фломастеров или карандашей. Ну, акриловыми маркерами я не люблю такое красить, потому что контур съедается и приходится его обводить. Вот. Поэтому для меня это вот фломастеры-карандаши. Вот. Но раскраска очень прикольная. Картинки суперские. Мне нравится. Стоило 350 рублей. Но у меня там ещё бонусы были. В Леонардо. Папа мне купил вот эти три раскраски. Вот эти две, они эксклюзивно у Леонардо. В этой серии есть ещё третья книжка с анимешками. Вот. Вот эти две у меня есть. Медитативные сотворили, сказочные сотворили. И там ещё была раскраска тоже с собой такая вытянута. Путешествие по сказке, по-моему, назвать или что-то такое. Тоже у меня она была, но я её решила, в общем, продать, потому что установление не зашло. Вот. Значит, лайфстайл. Здесь такие девушки классные всякие. Интересные сюжетики. Мне понравилось. Причём картинки я не встречала в других раскрасках, то есть они какие-то уникальные. И раскраска дизайна интерьеров. Здесь тоже интересные картиночки. Односторонние. Опять же, для маркеров, там для акварели какой-нибудь. Самое оно. В общем, прикольно, мне кажется. Здесь как будто чак-чак. У меня после Казани я не могу развить здесь чак-чак. Просто вообще никак. А анимешная раскраска, она была полностью стоковая, поэтому я её, собственно, брать и не стала. Стоили в районе 300 рублей. Достаточно дорого, но как бы эксклюзив. И раскраска чиби. Всё, я думала, брать, не брать. В итоге решила всё-таки взять. Вот у нас здесь есть чики. 280, 280 и вот эта 270. В целом, немножко дороже, чем на сайте Читай-города, например. Поэтому я подумала, ладно, возьму уж в оффлайне. Тем более, папа платит, да? Почему бы и нет? Я её долгое время не брала, потому что мне казалось, что здесь слишком крупные элементы для маркеров. Но оказалось, что нет. Вот как раз, как надо. Так что с большим-большим удовольствием буду раскрашивать этих девчонок. Вот. И вспоминать прекрасную поездку в Петрозаводку. Далее, по моему возвращению, у меня ожидало несколько посылок. В основном со спиральками, но не только. Вот, смотрите, просто. Вот такая раскрасочка. Стоила 70 рублей на Валберес. Там есть ещё что-то в этой серии, но меня заинтересовало только с конфетками, со сладостями. Вот, ну просто посмотрите, какая прелесть. Была бы она ещё односторонняя. Вообще, это было бы супер. Можно было бы маркерами как раз здесь всё раскрасить. Ну а так она у меня будет для гелевых ручек и фломастеров. Ну хотя можно и карандашиками что-нибудь сделать тут. Прикольно. Ну такая совсем кроха. Вообще просто невероятное умиление. Вот. И спиральки. Значит, это новиночка. Вот. Не помню. Дозари вроде бы они называются. Или нет. В общем, здесь в комплекте закладка. Вот такая штучка. И мне казалось, что было что-то ещё. Может быть, у меня что-то выпило, потерялось. Ну ладно. В общем, вот такие ответы здесь. Это спиральки, полосочки, кружочки по мультфильмам. В целом, мне здесь почти все картинки нравятся. Я вот единственное, что не люблю ледниковый период вообще. Короля льва не люблю. Утины истории вообще терпеть не могу. Это прям вообще, не знаю, мне не нравится. Лидия Бродяга мне тоже не нравится. И вот эти два мультика, ну так, как бы, Чапидел я просто в детстве не любила смотреть. Но Дагаскар не мой именно по стилистике. Но мне, например, очень нравится вот Головоломка, Гравити Фоллс, Кубидо. Это вообще моя огромная любовь. Том и Джерри, Кубка Боб, Лила Истищ, Корпорация Монстров. То есть вот эти мультики мне очень нравятся. Микки Маус так себе. Ну как бы, я к нему в целом нормально отношусь. Ну так. Вот. Здесь такие крупные прям спиральки, крупные полосочки. То есть все достаточно хорошо видно. Вот. Но надеюсь, что и результаты будут в целом ничего таким. Вот. Ну, хочется на самом деле уже протестировать. И еще вот тут спиральки полосочки. Были большие скидки на Озоне. И еще там баллы за них давали. В общем, мне обходились. Они где-то 150 рублей. В общем, очень приятно. Значит. Минутые музыканты. Минутые музыканты. Я так понимаю, они тут все мертвые. Не знаю. Может, конечно, я кого-то проглядела. Но я вообще из них никого не слушаю, мне кажется. У меня все-таки современные исполнители. Вот. Но спиральки здесь, конечно, приятные. То есть они прям такие жирненькие, толстенькие. Потому что, насколько я помню, это одна из первых вообще раскрасок спиральных. Далее Симпсоны. Я все думала их покупать, не покупать. Потому что они вроде как должны быть желтенькие. Но желтеньким раскрашивать неудобно. Но в итоге я взяла. Потому что за 150 рублей грех сомневаться. И Холодное сердце. Очень люблю этот мультик. Мне очень нравятся персонажи. Вот. И поэтому дождалась хорошей цены и приобрела. Здесь еще такая прорисовка классная. Мне кажется, должно получаться прям суперским. Ну и как раз к зиме, знаете, тоже актуально будет. Далее я съездила в Казань. В Казань я купила раскраску опять аниме. Опять для маркеров. Здесь половина каких-то стоковых картинок. Половина самобытных весьма. Половина вообще... Ну, типа есть несколько картинок с этими монстриками. Мне кажется, они вообще не в тему. Ну, к аниме вроде даже не относятся. Не знаю, зачем они здесь нужны. Просто место занимает. Ну, ладно. В общем, вот. И здесь еще подложечка в комплекте. Стоила очень дешево эта раскраска. И брали ее в магазине Office Mag. Вместе с маркерами. Я думала, что даже успею ее пораскрашивать. Но не тут-то было, конечно. Далее мы с лучшим другом посмотрели, как приучать дракона. Он мне подарил спиральку. Ну, вот. Ну, это на самом деле очень приятно. Я люблю вот покупать... Ну, полосочки у меня спиральку. Люблю покупать раскраски, которые связаны вот с тем, что я смотрю или планирую посмотреть, или смотрела. Поэтому такое вот памятное событие. И, в общем-то, у меня всегда будет ассоциация, что я посмотрела вот залпом все три мультика. Получается, как раз в соответствии с покупкой раскраски. Далее на Валберис была хорошая очень акция. Вот это вот издательство. Мамин хвостик. Магазин. И по 88 рублей я взяла вот две раскраски. Лихие 90-е. Вот ее я хочу акриловыми маркерами почему-то красить. Здесь очень классные картинки. У Элис Фокс потрясающий обзор на нее был. В общем, шикарная раскраска. Но просто она мне была не нужна. Но за 80 рублей она мне, конечно, стала нужна. Ну, как же. Как же вот. Какая красота. Вот этот ковер раскрасить капиллярками. Вот. А лемуры я взяла тоже. Потому что цена хорошая. Так-то эта серия меня не слишком интриговала. Что вам показывают пустые-то эти штуки? Ой. Где ответы? Ну, лемуры, они плюс-минус все равно все похожи, да? Но есть где много их, есть где немного их. Мемные какие-то такие. Ну, вообще прикольно. Подборку сделали хорошую. В этой серии еще есть коты, собаки и саванна. Собак я точно не хочу брать. Котов не было в наличии. Саванна вообще первая исчезла. Поэтому за 80 рублей я бы купила все, кроме собак. За полную стоимость, наверное, не буду покупать. Вот. И что у нас дальше? Сила зеленой ведьмы. Вот АСТ. Очень прикольная, кстати, тоже раскрасочка. Мне понравились здесь картинки. Такая вот немножко добрая магия. Как будто бы. С аксолотлями тут несколько картинок тоже очень классные. Ну, вообще красивые. Красивые иллюстрации. Кроме вот разворотов. Но в целом очень прикольные. Сейчас вот к Хэллоуину опять же самое оно. У меня уже, не знаю, правда, к Хэллоуину раскрасок 10, наверное, из этой серии. Ну, ладно, 10 поменьше. Но 5 точно есть. И 3 раскраски заключения про Петербург. Вот эти 2 я заказывала на сайте Читая Города. Увидела в буквоете. И решила заказать, потому что полистала мне понравилась. Такая она. Ну, детская, конечно. Но прикольная. Я тем более коллекционирую про Петераскраски. Вот. Эту я полистала тоже в каком-то книжном. И долгое время она меня отталкивала. Думаю, слишком какие-то контуры тонкие, мелкие. Бледные. Но в итоге заказала. Потому что в жизни полистала. Думаю, ну, для акварели, может быть, оно и подойдет. И вот эту я купила, когда мы гуляли с подружкой в Зингере. В доме книги. Стоила 400 рублей. Конечно, это очень дорого. Вот. Но я просто нигде больше этой книжки не видела. Я так понимаю, она вообще для иностранцев. Или даже, возможно, она иностранная. Вот. Здесь всего 8 картинок. Для... Ну, в моем понимании, маркеров. Вот. Но как же, вот, мне понравилось. Так что, да. Вот такие у меня покупочки. Честно, я вам уже скажу, в сентябре началась тоже закупка. У меня там интересные появились новиночки. Так что ждите обязательно дальнейших тоже обзорчиков. Я думаю, будет интересно. Вот. Пишите, какая раскраска вам понравилась больше всех. Сколько у вас новинок появилось. И вообще, покупали ли вы раскраски за август. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. И всех любит с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok